Кали Капурана, глава 23, свадьба Васиштхи и Арундхати. Перевод Андрея Игнатьева. Маркандея сказал, «Та богиня росла в прекрасной обители Мудреца, на берегу реки Чандрабхага в лесу подвижничества. Она постоянно росла, подобно долям луны в светлую половину или лунному свету. Так росла она. Когда ей исполнилось пять лет, своими достоинствами реку Чандрабхагу и лес подвижничества сделала чистыми та целомудренная. Та прекрасная Тиртха, населяемая Метхатитхи, подходящее место для детских игр Арундхати, была очищена ею. До сих пор в лесу подвижничества, в водах реки Чандрабхага, в Тиртхе-Арундхате, совершив омовение, человек отправляется к Хари. В водах реки Чандрабхага, в течение всего месяца Картика, совершив омовение, после смерти человек отправляется в обитель Вишну и затем обретает освобождение. В полнолуние или новолуние месяца Макха, кто в водах совершит омовение хоть раз, в роду того никогда не будет чахотки. После смерти, достигнув обители Чандры, он отправляется в обитель Хари. Из-за истощения благих заслуг, вернувшись в этот мир, он становится Брахманом, знатоком Вет. Испив воды из Чандрабхаги, он достигает мира Чандры. Один раз, совершив омовение в соответствии с предписаниями, он обретает заслугу совершения десяти тысяч жертвоприношений коня. Играющий в детские игры, после купания в водах Чандрабхаги, поблизости от отца, однажды на берегу Арундхате увидел восседающий на лотосе, путешествуя небесным путем. Тогда, снизойдя, Бхагаван Брахма, прародитель мира, заметил, что настало время для обучения Арундхате. И молвил Брахма, почитаемый мудрецами во главе с Медхатитхи, обращаясь к тому великому мудрецу. Брахма сказал, «Настало время для обучения Арундхате, о великий мудрец, поэтому отправь ее в общество целомудренных женщин. Женщин женщины должны наставлять, здесь же женщин нет ни одной. Так отошли же дочь в присутствие Бахулы и Савитри. Их общество, обретя дочь твоя, о великий мудрец, великий добродетели приобретет за краткое время». Медхатитхи, выслушав слова Брахма великого духом, «Да будет так», — тогда ему ответил лучший из мудрецов. После того, как лучший из богов удалился, мудрец Медхатитхи, дочь с собою взяв, немедля отправился в обитель Сурьи. Посреди чертогов Сурьи он увидел Савитри, светлую богиню, восседающую на лотосе, с четками в руках. Мудрец заметил, как она вышла из чертогов солнца и вместе с Брахмой удалилась на склон горы Маноса. Каждый день Савитри, Гайетри, Бахула, Сарасвати и Друпада — эти пять женщин на горе Маноса, рассказывая друг другу благочестивые повествования, истории о целомудренных женщинах, желая блага мирам, в свои небесные обители вновь возвращались. Медхатитхи, богатый подвижничеством, встретив в одном месте всех матерей целого мира, смиренно склонился перед каждой из них. Риши, богатый подвижничеством, обратился к ним в замешательстве, удивленный тем, что увидел их в одном месте. Медхатитхи сказал, «О, матерь Савитри, о, Бахула! Вот дочь моя, добрая слава и окруженная. Настало время для обучения ее, ради этого я явился сюда. Творец мира повелел, пусть она станет вашей ученицей. Поэтому в ваше присутствие приведена дочь моя. Так, чтобы была она хорошего поведения, так дочь мою вы воспитываете. Поклонение, о, матери богини, да будет вам». Тогда богиня Савитри сказала лучшему из мудрецов, его дочери улыбаясь, «Бахулы сопровождаемая». Обе они и сказали, «О, Брахман, милостью Вишну, добропорядочной твоя дочь уже раньше стала, к чему же наставление ей. Однако, по слову Брахмы, я и самая добродетельная средь жен Бахула, будем воспитывать твою дочь, чтобы вскоре она приобрела добрый нрав». «Прежде была она дочерью Брахмы. Силой же твоего подвижничества, а также милостью Вишну, твоей дочерью стала Арундхати. Она очистит твой род и превознесет его. Лишь благо людям и богам будет нести она». Маркандея сказал. Затем, попрощавшись с ними, мудрец Метхатитхи дочь Арундхати успокоил и, поклонившись им, отправился в собственную обитель. После того, как лучший из мудрецов ушел, Арундхати вместе с ними, как будто бы они были ее матерями, освободившись от боязни, оберегаемая ими, обрела радость. Иногда вместе с Савитри ночью она посещала обитель солнца. И иногда вместе с Бахулой – обитель шакры. Так, вместе с ними богиня Арундхати наслаждалась покоем в чертогах богов в течение семи лет по божественному счету. Именно вставляемая та целомудренная тхарму женщин, вскоре целиком познав, превзошла Савитри и Бахулу. По прошествии должного времени она вступила в пору цветущей юности, подобной сиянию лотосов. Она, осиянная юностью на горе Маноса, в Асиштху, мудреца, блистающего красотою, встретила, гуляя в одиночестве. Увидев страстного, желала его та целомудренная, сияющего, точно восходящее солнце, чарующего обликом, великолепием брахмы обладающего. В Асиштхаже, исполненный великого пыла, красавицу Арундхати, увидев, также загорелся страстью и стал бросать на нее взоры. У них, любующихся друг другом, возросло сердечное чувство, не знающее границу о лучшие из дважды рожденных, как страсть у простых людей. Затем, найдя опору в стойкости, дочь Медхатитхи обуздала свой ум, возбужденный любовным влечением. Также и Васяштха, исполненный великого пыла, призвав на помощь стойкость, успокоил ум, взволнованный любовью. Тогда богиня Арундхати, оставив общество мудреца, пошла туда, где находилась Савитри, коря себя за чувственное желание. Сердечной болью мучимая та великая целомудренная дева думала, потеряла я целомудрие свое. От ее сердечной боли лицо ее побледнело. Тело ослабло и шла она, спотыкаясь. Над этим размышляла она, порицая собственное сердце. Рушится за мгновение хрупкое, словно стебель лотоса, добродетель целомудренных женщин, и от малого, малого гибнет. Так, наставляя меня в дхарме женщин, говорила соблюдающая обеты, Савитри о сути дхармы женщин. И она погибла у меня, влечение к чужому мужчине испытывающей. Так что же будет со мной в загробном мире? Раздумывая подобным образом, та дочь Медхатитхи, терзаемая горем, пришла к богине Бахуле и Савитри. Увидев ее в таком состоянии, с побледневшим лицом, целомудренную деву, Савитри забеспокоилась и стала размышлять о причине этого. Подумав, благодаря божественному знанию, все выведало целомудренное о том, как произошла встреча у Арундхати с Васиштхой. И о том, как у них возникла любовь неодолимая, ставшая причиной бледности лица. Савитри, обладающая божественным зрением, положила руку на голову дочери Медхатитхи, молвила следующая великая богиня Савитри, соблюдающая обеты. Савитри сказала, «О, дитятка, отчего лицо твое побледнело, будто лотос со сломанным стеблем, опаляемый лучами солнца? И почему тело твое ослабло, о, лучшее средь доброжелательных? Словно диск повелителя ночи, сокрытый черными тучами, тело твое и душа твоя кажется тревогою наполнено. Открой же мне тайну свою, если эта боль тебе не причинит». Маркандея сказал, «С поникшим лицом ничего не ответила от стыда почтенной матери Савитри, спрашиваемая ей Орундхати. Когда ни слова в ответ не проронила дочь Медхатитхи, то открыто сказала ей подвижница Савитри. Савитри сказала, «О, дитятка, мудрец, подобный солнцу, которого ты видела, то сын Брахмы Васиштха, будущий муж твой, и супружество ваше предопределено творцом. Поэтому, встретившись с ним, ты не утратила целомудрия. То, что, встретившись с ним, ты в него влюбилась, грехом не является, о дочь. Так перестань же душою терзаться. В прошлой жизни ты вершила великое подвижничество, о красавица, и он тобою был избран в мужья. Вот почему и он возжелал тебя. Слушай же, о дитятка, как прежде ты избрала Васиштху в мужья и как предавалась подвижничеству, исполнившись любви беспрестанно». Маркандея сказал, молвив так, савитри, о том, как Арундхати в прошлой жизни была Сандхей, ради чего она предавалась подвижничеству на горе Чандрабхага, и о том, как Васиштха в облике ученика по совету Творца наставлял ее касательно трудновыполнимых правил подвижничества, и о том, как благосклонный Пхагаван вишну явился ее очам, и как преподнес ей дар, установив закон. Как возжелала она в мужья мудреца Васиштху, как в огне на жертвоприношении Медхатидхи оставила она тело, как его дочерью стала. Все это подробно савитри рассказала по порядку вместе с Бахулой. Выслушав ее слова о том, что происходило в прошлой жизни, то, услышав, ей известно все, что в моем сердце. Так, решив, застыдилась целомудренная и потупила очи. Благодаря словам савитри, вспомнила она свою прошлую жизнь. С поникшей головой все события прошлой жизни вспоминала, наделенные божественным знанием, савитри. Прежде, милостью вишну, она обрела божественное зрение. Но доселе, в силу ее детского возраста, божественное зрение было сокрыто. После того, как из сказанного савитри она узнала о произошедшем в прошлой жизни, прежнее знание вернулось к ней, как будто представ пред глазами, обретя то прежнее знание, которое было ей даровано вишну. Васиштха избран мною в мужья в прошлой жизни. Богиня Арундхати возрадовалась, сама об этом узнав, после того, как от встречи с Васишткой, у нее возникла любовь к нему. Появился у нее также страх потерять целомудрие. Тот страх оставила тогда дочь Медхатитхи, видя, что целомудренная Савитри избавилась от тревоги. Савитри вместе с ней отправилась в чертоги Сурии. Оставив Арундхати во дворце Сурии, Савитри пошла в обитель Брахмы, всезнающая, лучшая из целомудренных женщин. Она смиренно склонилась перед Брахмой, будучи тот час же спрошенной им. Следующая молвила Савитри Брахме, обладающему неизмеримым блеском. Обха Гаван, о, владыка мира, Васиштху, твоего сына, встретила на склонах горы Маноса целомудренная Арундхати. Благодаря одной лишь встрече родилась у них любовь великая. Друг друга выжелали они, о, владыка созданий. Через стойкость, сдержав любовные чувства, затем они оба, опечаленные, расстроенные, полные стыда, разошлись по своим домам. После того, как это произошло, что должно, то и следует предпринять. В будущем, о, лучший из богов, желая блага мирам. Услышав ее слова, Брахма, наставник всего мира, узрел благодаря божественному знанию ход грядущих дел. Прародитель мира приветствовал это. Пришло время для их супружества. Я пойду, чтоб свершилось это ради блага мира. Приняв такое решение, вместе с Савитри, творец отправился к Маносе, где произошла их встреча. После того, как прародитель прибыл туда, Шарва в сопровождении сонмов богов, с Нандией и Пхарингом явился бы казнаменный. Также Пхагаван Васудева, когда Брахма подумал о нем с преданностью. Повелитель мира, держащий раковину, диск и палицу, сам пожилав туда, где присутствовали Брахма и Хара. Те владыки миров, Брахма, Вишну и Махешвара, отправили народу, вестником к Медхатитхи. «Вступай немедля, о Нарада, на гору Чандрабхага. У ее подножия находится великий мудрец Медхатитхи. Его приведи в должный срок по нашему повелению. Взяв Медхатитхи, возвращайся поскорее». Выслушав речь Брахма и прочих богов, Нарада тот сейчас же отправился, чтобы привести Медхатитхи ради успеха великого дела. Передав Медхатитхи речи богов, он забрал его с собою и возвратился на гору Маноса. Сонмы богов во главе с Индрой все мудрецы, богатые подвижничеством, садхи, видиадхары, якши, гандхарвы прибыли туда. Боги и богини, и спутники богов, все они наведались на Маносу вместе с прочими существами. После того, как боги собрались, восседающий на лотосе обратился к мудрецу Медхатитхи с повелением. Брахма сказал «О Медхатитхи, свою дочь следующую обетом Васиштхи отдай в жены по обычаю Брахма в собрании небожителей. Супружество их прежде предопределено мною, и Хари одобрено дело прекрасное это. Когда будет устроено так, великая слава будет суждена твоему роду. Ради блага всех существ отдай ее и промедление не делай». Тогда, выслушав слова Брахмы, обрадованный высшей степени мудрец «Да будет так», изрек, склонившись перед быками средь богов. По их слову, дочь Арунхати, взяв мудрец, вместе с богами отправился к Васиштхе, погруженному в созерцание. Мудрец, окруженный богами, придя к Васиштхе, блистающего великолепием высшего духа, сверкающего точно пламя, размышляющего по отдельности от Харме, Артхе, Каме и Мокше, увидел юного мудреца, восседающего в пещере горы Маноса. Васиштху, первого средь исполнения пыла, подобного восходящему солнцу. Поставив дочь перед ним, мудрец Митхатитхи, отец Арунхати обратился к Васиштхе, обуздавшему себя. Риши сказал, «Обхагаван, о сын Брахмы, дочь мою, соблюдающую обеты, отдаваемую мной в жены, прими по обычаю Брахма». «В какой из обителей, о, Брахман, ты по собственному желанию не будешь жить, преданная тебе последует словно тень? Тогда моя дочь, соблюдающая общей с тобой обеты, верная мужу, прекрасно бедрая, она будет служить тебе». Маркандея сказал, «Такие слова мудреца Митхатитхи выслушал Васиштха и взглянул он на пришедших богов Брахму, Вишну, Шиву и прочих». Благодаря божественному зрению, решив, что это неизбежно должно произойти, с одобрения Брахмы, дочь мудреца Митхатитхи принял Васиштха, сказав, «Хорошо». После того, как великий духом Васиштха взял руку той богини, она, целомудренная, поместила пару их глаз на паре стоп мужа. Тогда Брахма, Вишну, Рудра и остальные бессмертные стали торжественно честовать их свадебными обрядами. Богини, во главе с Савитри и боги, предводительствуемые Индрой, Дакша, Кашьяпа и прочие мудрецы, богатые подвижничеством, по повелению Брахмы, освободив от одежды из луба, шкуры, лани испутанных волос, тело сына Творца, омыли его водой из мандакини. Божественно прекрасными драгоценностями из золота украсили они сына Васиштху, а также целомудренную Арундхати. После того, как мудрецы завершили их обрежать, обряд свадебной Авабхридхи провели над ними творец Хари и Ишвара. Собрав воду со всех Тиртх в золотой сосуд с Гайетри, Друпадой и прочими мантрами, дарующими благословения, собственными руками омыли их Брахма, Вишну и Махешвара. Затем великие Риши, а также божественные Риши, громко пая Ричи, Яджусы и Саманы, окропили их водою из Ганги и прочих рек, призывая мир на них. Движущуюся по трем мирам Виману, сверкающую, как солнце, не встречающую препятствий на пути, преподнес им в дар Брахма, а также Камандалу, наполненную водой. Им же подарил Вишну недосягаемую высочайшую обитель, что находится выше всех богов, вблизи Отмаричи. Даром Рудры им стала жизнь в течение семи кальп. Адите же пару серег, созданных самим Брахмой, преподнесла, вынув из своих ушей дочери Медхатитхи. Савитри наделила ее верностью мужу, Бахула способностью иметь много сыновей, а Индра богов и Кубера одарили многими сокровищами. Таким образом боги, мудрецы, богини и прочие, кто присутствовал там, преподнесли им достойные дары, каждый свой. Итак, женившись в соответствии с предписаниями на Золотой горе Маноса, на Арунтхате, Васиштха обрел великую радость вместе с ней. Там, где излились воды, в пещеру горы Маноса, принесенные богами для свадебной Авабхритхи ради воцарения мира. Та вода, разделившись на семь частей в Гималайской пещере, с горы Маноса, потекла по склонам семью потоками. Та вода, что излилась в Шипру, лучшая из озер, которым наслаждаются боги, та стала рекою Шипра, побуждаемая Вишну течь по земле. Вода, что излилась в пропасть Махакауши, та стала рекою Каушики, снизошедшая на землю при помощи Вишвалистры. Из воды, что излилась в Умакшетри, великая река Кавери возникла, берущая начало из озера Кавера. В Махаккалу, лучшая из озер, излилась та вода с горы. С правой стороны Гималаев, вблизи от Шампху, родилась река Гомати. Проистекающая из Гомата. Майнака был сыном царя Гор, равным ему, рожденный из Шревоменаки, прежде на его склон из излившейся туда воды появилась на свет великая река Дейвика, побужденная Махадевой течь в океан. Вода, что протекала в ущелье вблизи от Хамсаватары, стала рекою Сараю, что считается самой святой из всех рек. Воды же, что снизошли вблизи от леса Махакханда, в южную гималайскую пещеру из середины озера Ира, истекающую, образовали реку Иравати, лучшую из рек. Все эти реки, благодаря совершению омовения в них, питью их воды и поклонению им, как в случае с Джахнови, даруют плод смертным, текущий в южный океан и являющиеся вечными источниками Дхармы, Ардхи, Камы и Мокши. Эти семь великих рек всегда услаждают богов. Таким образом появились на свет семь рек, чьи воды наиболее святые. На свадьбе Васиштхи и Арундхати в присутствии богов Васиштха, сочетавшись с браком с Арундхати, в богами данную обитель удалился на небесной колеснице. С соизволения Брахмы, Вишну и Махеши лучший из мудрецов ради блага всех по трем мирам постоянно, в зависимости от юги и от того, каковы они у людей, такие же одежду, настрой и тело имеющие, к Дхарме устремленной странствует он, чуждой небрежности с благосклонным разумом. Так некогда Васиштха взял в жены Арундхати ради блага миров по слову богов. Тот, кто слушает это повествование, ведущее к Дхарме, исполненный всех благ, будет обладать долголетием и богатством. Женщина, которая слушает эту историю Арундхати, будет верной мужу, а в следующей жизни достигнет рая. Это лучшее из приносящих блага и ведущее к Дхарме повествование увеличивает славу, почет и заслугу. Если кто-либо возглашает его на свадьбе, на обряде пум-савана, во время путешествия и на шаратхе, тот опретает постоянство, мужское потомство и успех в путешествии, и предки того радуются. Итак, все рассказанное о том, как Васиштхе великого духом стала Арундхате верной супругой, о том, чьей дочерью она была, где и как родилась она, как, по слову Брахмы, Хари и Владыки она избрала мужа. Это вам рассказанное повествование тайною тайн является, приносящее заслуги, уносящее грехи, увеличивающее долголетие и здоровье. Эту пространную, приносящую благо историю, кто хоть один раз возгласит в собрании дважды рожденных, тот с телом очищенным ото всякой грязи будет жить в обществе лучших из мудрецов, а после смерти станет Богом. Так в Шарии Каали Капуране заканчивается двадцать третья глава, называющаяся «Свадьба Васиштхи и Арундхати». Редактор субтитров